Мне действительно было интересно посмотреть то новое оборудование, которое приобреталось для этого центра. Мы готовим большой экологический совет, и там будем принимать самые разные решения, и чтобы максимально точно подойти к мероприятиям по усилению всех наших аналитических исследовательских функций по экологии среды, ну вот хотел непосредственно, не по докладам, не по справкам посмотреть и передвижные пункты наблюдения и анализа окружающей среды и стационарные лаборатории. У нас была программа, более 30 миллионов мы направляли на приобретение различного лабораторного, мобильного и стационарного оборудования. Ну вот, посмотрел эту технику, сейчас обсудим, какие еще дополнительные есть потребности, какие еще нужно принять организационные меры, чтобы наблюдения были более массовыми, и мы имели возможность полностью контролировать окружающую среду по всем показателям, что сейчас наука позволяет делать. И, в принципе, обладая такой техникой, край способен, особенно в краевом центре, максимальной концентрации населения, экономики, в общем, самостоятельно, без каких-то внешних аналитических центров, давать полную картину состояния окружающей среды. В 2014-2015 году поступило современное аналитическое оборудование, которым оснащена аналитическая лаборатория учреждения. В октябре 2015 года мы получили новую передвижную лабораторию, которая по своей комплектности отличается от старой наличием двух современных хроматографов, которые позволяют измерять содержание органических веществ в атмосферном воздухе. И в первую очередь органические вещества ароматического ряда, которые, как мы полагаем, в первую очередь обуславливают вот те жалобы на население, на раздражение глаз, дыхательных путей. Поэтому вот получено 52 единицы за два года, и поэтому материально-техническая база учреждения значительно расширилась и усовершенствовалась. Самое главное преимущество новой лаборатории, что здесь установлены у нас газовые хроматографы, которые у нас измеряют ароматические углеводороды, предельные и непредельные углеводороды. Процесс измерения происходит прямым путем, то есть здесь нет погрешности оператора, анализ, приборы сами отбирают пробу, анализируют и выдают результат. Результаты мы все передаем в отдел экологического мониторинга, они там обрабатывают, высчитывают среднее, там среднесуточное, там у них свои нормы ПДК, и потом их передают либо в министерство, либо на сайт выкладывают. У нас есть сайт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин